Девочки, мы с вами находимся в любимом всем канадцам магазине. Я вам бы только хочу вот это вот всё показать. Мы не будем сегодня рассматривать крисмосные украшения. Мы будем рассматривать одежду. Я просто зашла сюда и немножко обалдела, увидев, что сейчас у нас середина октября. А посмотрите, что у нас тут уже творится. Вот, 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 всё вот это вот. Вот, конечно, какой большой и добрый дедушка. Посмотрите, посмотрите, что происходит. Посмотрите, что происходит. Посмотрите, я не буду здесь долго снимать, только вскользь вот так вот вам сниму. Потом мы пойдём в примерочную примерять одежду. Не разбегайтесь, пожалуйста. Ну, вы представляете? Вот такие у нас здесь уже красоты. Я потом приду и как-нибудь попозже к теме, так сказать, сниму подробно. Сниму всё подробно, потому что сейчас ещё как бы нет даже такого настроения. Вот там ещё шариков полно. Ну, в общем, короче, не будем сейчас углубляться. Я просто вот вам хотела показать, как рано у нас начинается вся эта рождественская вакханалия. Вот ещё один. Какой же он симпатяга, правда? Так, из украшений, значит, хочу вам показать два, это браслет, два браслета Гуччи. Есть здесь много украшений Сваровский, которые продаются немножко дешевле, чем в самом магазине Сваровский. Вот, например, такое колье. Оно стоит здесь 200 долларов. Или вот то вот, которое стоит 129, вот это. Серьги за 150. И, в общем, тут ещё есть украшения Сваровских. Самым Сваровским они стоят намного дороже. А вообще здесь много украшений разных, всяких. Вот таких вот есть декоративные украшения. Костюмные, как у нас их называют, совсем не очень, можно сказать, довольно дешево. По 13 долларов, например, вот такие серьги. 17 долларов вот такие серьги. Вот такие звёзды за 17. Симпатичные, кстати, да? Сердечки за 15. В общем, здесь есть такие совсем малюсенькие. Видите, эти я вам показывала крупные. А есть вот такие вот, да, всем, кто любит вот такие маленькие, маленькие, малюсенькие серёжечки. Здесь есть прям совсем, совсем крошечные вот такие. У меня даже телефон плывёт. Настолько они маленькие. Ну, просто вот абсолютно на любой вкус. Причём вот, например, такие. Они стоят 25 долларов. Это серебро с позолотой, по-моему. В общем, ну, здесь разные есть с покрытием серебра, с покрытием золота серебряное. В общем, всякие-всякие разные. Вот такие вот. Много здесь разных. Видите, здесь написано, что всё, на всём этом написано, что это серебро. 30 долларов они стоят. Есть целые вот такие вот наборы. Кубик циркония и покрытие серебряное. То есть они не серебряные, а только покрыты серебром. Ну, вот такие вот гвоздики всех размеров. И даже синие есть. Симпатичные. Ну, это для тех, кто любит маленькие. Вот такие маленькие, которые серебряные тоже, которые можно вполне принять за бриллианты. Если у вас на бриллианты нет денег, то можем носить вот такие вот за 25-30 долларов. И вы вполне будете выглядеть по-богатому. Так, довольно много здесь всегда сумок. Кожаные, не кожаные. 80 долларов. Вот такая сумочка. Кроссбоди. По-моему, очень симпатичная. Это кожаная сумка. Она на магните. Очень удобная, кстати. Вот у неё хорошая длинная ручка. И она сделана из кожи. И выглядит симпатично. И форма хорошая. Сзади есть карманчик. Вот такая вполне. Потом есть здесь, например, сумки Кейт Спейт. Это такой дорогой, на самом деле, американский бренд. Здесь они стоят 180. В самом магазине Кейт Спейт они бы стоили, ну, долларов 300. Такая сумка, наверное, если не больше. Если не больше. Здесь, видите, вот всякие вот значки, что это, в общем, дорогая вещь. Есть даже вот такие вот, если кому-то нужно, всякие блестящие клочки на выход. Розовенькие весь. Посмотрите, как блестит, переливается на цепочки. Сумки, кстати, развешаны по цветам. Вот здесь стоят сумки подороже. Красивая какая зелёная, кожаная за 100 долларов. Или не кожаная. За 100 долларов, по идее, должна быть кожаная. По-моему, это здесь обычно выставлены подороже сумки. Хотя за 100 долларов, ну, да, по идее, должна быть кожаная. Но как-то сделана она не очень. Видите, ручка какая-то левокривая. Но выглядит симпатично. Так, вот это. Вот я знаю, что это итальянские сумки. 199 долларов она стоит. Это Аркадия, есть такой бренд. Вот такие вот они обычно лакированные, вот с такими значками. Вот она. Она же тоже за 250. Вот видите, так называется итальянская. Ну, это кожа, конечно. Смотрите, вот это очень интересный такой шоппер. Написано, что это кожа. Стоит он 130 долларов. Сделан из таких вот кожаных полос. А, она тут прицеплена. Господи, боже, совсем сдурели уже. Даже такие сумки они цепляют, что ее даже нельзя снять, приложить к себе. Ну, видимо, тырят. Значит, внутри ведь эта ткань, а сама она сделана из заклепок и кожаных таких полосок. Интересный дизайн. Вот, смотрите, вот это вот мне нравится. Тоже сумка, по-моему, замшевая. Сейчас я ее найду куда-нибудь привесить. Ой, она тоже с этим, с цеплялкой. Господи, боже. Сдуреть можно. Раньше такого не было. Это у нас новости совсем новые. Так, стоит она 100 долларов. Замшевая сумка, коричневая, с большими такими кольцами, с длинной ручкой. Замши сейчас прям в тренде, в тренде. Особенно вот такого цвета. Такая сумка-мешок. Без замка, на клепке. На длинной ручке. По поводу замка я вам хочу сказать. Тоже, видите, итальянская. У нас запросто носят сумки без замков, потому что в основном люди передвигаются на машинах. Поэтому сумки без замка продаются так же хорошо, как и сумки с замком. Поэтому вот это не проблема у нас в Канаде, потому что в основном люди, конечно, едут на машину. Ну, если вы ездите в общественном транспорте, то лучше, конечно, купить сумку с замком. Хотя, насколько я понимаю, это тоже не так уж прямо вот, прямо. Ну, я не знаю. Я не живу в Торонто. 130 долларов тоже кожаная сумка. Интересная. Сейчас я уберу вот эту и покажу вам. Видите, как она хорошо сделана. Тоже наподобие того, что я вам показывала. Вот кожаный за 100 долларов тоже такой плетеный рюкзачок в стиле Боттега. Я не живу в Торонто. Я живу в пригороде, езжу на машине. Люди, которые живут в Торонто и ездят на общественном транспорте, наверное, им нужны сумки с замками, потому что там немножко другая ситуация, чем у нас. Вот сумка Коуч знаменитая. 219. И там еще одна Кейт Спейт висит. Вот, поэтому я говорю за меня и окружение, среди которого я нахожусь. У нас, как бы, среди моих девчонок сумка с замком или без замка не имеет большого значения. Если вам нравится, то покупают и без замка, потому что она, как правило, все равно находится рядом с вами на переднем сиденье. Рядом с водителем. 129 долларов. Тоже такая плетеная типа Боттега. Тоже кожаная. Все эти сумки сейчас, видите, прицеплены вот к таким вот проводкам. Их просто так не возьмешь, не примеришь. Надо звать продавца. Ну, это новое веяние, конечно. И нас не обошла... Не обошла эта неприятная история с тем, что все ворует, все, что не приколочено, все, что плохо лежит. Я сама работала в такой магазине, и я знаю, что очень-очень даже тырят товарищи некоторые. Так, 100 долларов тоже сумка симпатичная, тоже итальянская. Плохо она как-то висит, ее трудно застегнуть. Ну, вот так вот она выглядит. Хорошая кожа такая гладкая. Но я, когда работала в магазине, при нас этого всего не было. Вот этих вот цеплялок к этому самому. Вот таких вот, вот этих вот закреплений. Это уже после меня появилось. Я не работала в этом магазине, но в подобном. Вот, поэтому мне это странно, дико. Видите, все дорогие сумки, которые там по 100 долларов и выше, все висят вот на таких вот запорах. Да, вот так и живем. Так, здесь верхняя одежда. Тоже вся вот в этих вот проводах. Вообще, если ее сильно трогать, то она сейчас взорвется. Смотрите, какая куртка приятная, симпатичная. Вот курточка, наверное, из натуральной замши и натуральный мех. Настоящая дубленка. Я, по-моему, что-то подобное примеряла. Я примеряла в другом магазине. 1500 долларов. Ого! Наверное, не такую, а похожую. Я примеряла в другом магазине. Но здесь она тоже, видите, она прицеплена. И не буду я за 1500 долларов ее даже рассматривать. Девушки, всем привет из примерочной. Пришла и села. Я, если честно, так устала. Я с работы пошла. Вот пока ходила, ходила по магазину. Искала что-то интересное попримерять. Ничего особо не нашла. Нет, мне понесло кое-что. Низко свитеров. Там платье джинсовое. Такой белый джинс и джинсовый. Черный лен с вискозой. Хотя сейчас не сезон. Но вот здесь вот эта табуретка стоит. Я так плюхнулась на нее и думаю, посижу немножко. Отдохну, потом начну примерку. Потому что я что-то очень устала. И столько всего навалилось. Неприятности. В общем, не то что неприятности. Но всякие заботы, мелкие хлопоты. В общем, все как-то вот. В общем, нам всего навалилось одновременно. Поэтому я что-то духом выдохлась. Если можно так сказать. Ну ладно, хватит. Давайте я вам покажу, что я принесла. Может быть, нам что-нибудь даже и понравится. Кстати, покажу себя. Я в старом своем плаще. Брюки на мне черные. А, сейчас расскажу. Плащ у меня уже несколько лет. Вы уже его видели на мне много раз, наверное. На мне черные брюки. И такой вот свитер с прозрачными рукавами. Украшения, которые некрасиво. Надо разложить красиво, чтобы были. Ботинки 100 летней давности. Это уже все старое на мне. Ничего нового на мне нет. И все. Будем примерки делать. У нас сегодня много свитеров. Вернее, кардиганов и немножко свитеров. По-моему, один или два свитера. Из кардиганов. Вы знаете, мне очень понравился этот кардиган. Просторный, широкий. И мне очень понравилось то, что он не обыкновенный полосатый кардиган. А очень интересно, необычно. Сделаны полосы разной ширины. Здесь вообще кусок синий. Толстая полоса. Тонкая здесь. Тонкая полоса. И сзади снова здесь тонкая. Толстая. В общем, вы видите, да? Очень разнокалиберные такие полоски. На рукаве сделан такой открытый шов. Видите, декоративный, конечно. Просто декоративный шов. А может и не декоративный. Может быть, это из двух кусков и состоит. Не знаю, не пойму. И такой манжет. Видите, разные длины. Здесь длиннее. Здесь, короче, необычная вещь. Очень надоели уже полоски. Бесконечные полоски. Но вот этот немножко как бы отличается от тех, что мы привыкли. И то, что мы видим везде. Он довольно такой своеобразный. И с интересно продуманным таким дизайном. Отличающийся от всего остального. Нравится мне. Так, стоимость этого свитера 60 долларов. Это не из дешевых брендов. Вот эта вот компания Moon River. Размер был medium у меня. И видите, вот он как интересно сделан. Все синтетика, конечно. Но очень прикольный и необычный полосатик. Единственное, что он мне, конечно, немножко великоват. Мне надо было, наверное, смол. Я не рассчитала, что он такой широкий. Сзади, видите, вот просто широкая полоса и узкая полоса. Отделанная вот таким вот, как будто бы грубым таким швом. И то же самое. А спереди, видите, они все разнокалиберные. Здесь такая полоска сякая. Ну, в общем, интересный свитер. Кому, кто любит полоски, но кто наелся полосками, которые нам предлагают все остальные магазины, в том числе масс-маркет. Вот это такой, в принципе, неплохой, интересный вариант. Смотрите, еще один кардиган. Он мне прям нравится сильно. Прям реально вот мне он нравится. Он такого обычного цвета. Я принесла топик, это не мой, но просто захватила из зала, потому что здесь большой вырез. Вы знаете, он приятного, очень молочного цвета с отделкой из черного, из черных ниток. Он очень интересно вырезан. Здесь какие-то дырочки у него. Это фейковые карманы, не настоящие. Но он, видите, как сделан? Вот так вот неровно. А вот здесь вот какие-то вот так вот он здесь идет. Какими-то такими вырезан интересной фигурой. Здесь дырочки. Здесь такая вот тоже черная отделка. На рукаве тоже отделка. Дырочки вырезаны. И как-то вот он так интересно весь неровно как-то сделан. Но очень мне нравится. Вот с черными брюками. Прям очень классно, мне кажется. Симпатичный, прям симпатичный. И очень приятный по качеству и по... Ну вот на ощупь. Знаете, он такой теплый, рыхлый, такой большой. Ну вот этот, кстати, небольшой. Я думаю, что это я смол взяла. Потому что там размеров не было, медиум. Хотела побольше, но по-моему не было. Сейчас посмотрю, какой размер, точно не помню. Ну вот он мне нравится. Тоже такой необычный, нестандартный. Пуговицы такие приятные. В общем, очень симпатичная вещь. Очень много деталей, но они все как-то не очень сильно бросаются в глаза. Потому что на таком молочном фоне это выглядит все довольно... Так, в составе 5% шерсти. Это немного. Стоит он 50 долларов. Вот такой вот бренд. Это действительно был размер small. И вот он очень симпатично сделан. Посмотрите, сколько в нем всяких интересных деталей. Вывязано как-то так сделано. В общем, необычный такой кардиганчик. И очень неплохой. Вот такой кардиган цветочек. По-моему, тоже очень симпатичный. Вот эти вот цветы вывязаны в нем. Такой немножко выпуклый махровый ниткой. Такой, по-моему. Значит, приятный очень цвет. Бежевый с бордовым и с таким вот розовым. Мне кажется, очень симпатичный и приятный цвет. Тоже вот такие же пуговицы, вырез. В общем, хороший размер, хорошая длина. В общем, то, что надо. Кардиганчики у нас сегодня очень симпатичные. Все как на подбор. Кто любит цветочки. Так, здесь 6% шерсти. Стоит он 40 долларов. Вообще не дорого. Вот какая-то grey collection. Вот такой бренд был размер medium у меня. И вот такой вот разноцветненький. Очень симпатичный, очень приятный цвет. Такой нежный розовый, темно-бордовый. И вот такой вот бежевый. Симпатичный расцвет. Какой большой-пребольшой белый свитер. Но он прикольный. Огромные длинные рукава, как у Петрушкина. Мне понравилось, потому что вот эти вот цветы разноцветные, они вышиты на нем. И выглядят очень симпатично. Единственное, что размеры, конечно. Видите, здесь розовый цветочек, зеленый. Всех цветов. Очень мило, симпатично выглядит. Немножко так молодежно, я бы сказала. Но, в принципе, не так уж и это. Но очень большой. Что-то за размер я притащила. Опять, наверное, какой-нибудь large. По инерции я все беру большие размеры. А вот потом оказывается, что я не хатану. Посмотрю сейчас, какой размер. Но он миленький, приятный. Так, в этом свитере 60% хлопка. Он действительно размер large. Стоит он 40 долларов. И вот он действительно очень приятный, симпатичный. Но очень большого размера. А так, смотрите, какой прикольный. Такие большие цветы, как будто бы из 70-х. Такие, да, классные. Ну, в общем, разноцветные, яркие, очень симпатичные. Так, свитерок из Zara, кстати. Без Zara у нас не обходится ни один наш показ, где бы мы ни были. Он очень короткий. Я так стою, стараюсь не шевелиться, чтобы пузо не торчало. Но вот он прямо вот... У меня просто брюки низкие, невысокие. И он прямо вот еле-еле достает мне до брюк. Прикольный свитерок. Веселенький такой, но очень коротенький. Конечно, мы могли бы его сделать побольше. А мне понравилась его расцветка. Он интересный. Зеленый с оранжевым. В общем, такой симпатичный. Очень дешевый. Так, он совсем дешевый. Стоит 15 долларов. Видите, Zara. Размер medium. И он смешной, веселый, жизнерадостный. Оранжевый-зеленый. Такой, мохнатка. Так, смотрите. Очень симпатичное платье сарафан из джинсы. Полностью на пуговицах. И тут 10 штук. Я застегнула не все, потому что у меня кончилось терпение. Его можно носить как верхний такой жилет, а можно носить как платье. С чем-то можно пододевать вниз. Какой-то тонкий свитер. И оно будет, в принципе, зимнее. Вот оно мне даже очень-очень нравится. Платье очень зачетное. Прямо то, что надо. Знаете, не большое, не маленькое. По фигуре, с поясом. Широкий пояс. В принципе, на застежке полностью. Его можно, повторюсь, расстегнуть. И получится такой жилет сверху. Вот если я надену свои брюки, свой свитер и сверху надену его, то это будет как будто бы такая верхняя одежда. Но я не знаю, зачем это нужно. Я думаю, что вот как платье оно именно функционально очень-очень хорошо выглядит. Это, кстати, размер смол был единственный. Не было медиум. Может быть, мне можно было быть чуть-чуть побольше. Но не было большего размера. Пришлось брать то, что есть. Платье стоит 50 долларов. Размер смол. Платье очень симпатичные расцветки. Красивая джинса. Какие-то этикетки. Бренд какой-то стандарт. Крейс первый раз слышу. Здесь полно вот этих брендов, которые никто из них... Никто толком не знает, что это такое. Простые совершенно серебристые такие металлические пуговицы. Выточки, кармашки. Ну, в общем, платье симпатичное. Так, еще один джинсовый сарафан. Только белый. Более открытый такой. Прям летний. У него немножко как-то странно сидит на мне. Вот здесь вот, да? Великоват. Вот эти бретельки можно подтянуть. Они регулируются. Видите, вот здесь. Но, в принципе, карманы он интересно сделан. Сзади у него резинка такая. И вот так вот опускается мысом сзади. Сейчас сниму. Вот так, видите, как тут замок. Очень симпатичный. Хорошо сидит. Мне нравятся карманы. Длина вот такой он длинный. Ну, я не знаю, если он мне нужен. Во-первых, куда в него ходить. Во-вторых, его тоже можно использовать как верхнюю, так сказать, одежду. То есть, если надеть тонкий свитер под низ, то можно его использовать как сарафан. Но, если честно, я не знаю, зачем он мне нужен. Он мне не нужен. И вот здесь вот этот вот лифт как-то очень нехорошо. Как-то странно сидит. Не то надо бретельки опустить, не то подтянуть. В общем, хотя талия вроде бы высоковата. Могла быть и ниже. Может быть, надо было его ниже опустить. Я не знаю. В общем, не пойму, что-то. Что-то с ним не совсем. Не совсем я с ним состыковалась. Так, вот таким образом он выглядит. Он был 60 долларов. Сейчас он на сейле за 46. Здесь много всяких этикеток. Какой-то бренд непонятный тоже. Я не знаю, что это такое. Вот так он называется. Young Fabulous and Broke. Интересно. Молодые. Великолепные. И Broke – это в смысле без денег. То есть бедные. Правильно читаем? Young Fabulous and Broke. Broke – это имеет в английском два значения. Разбитый и сломанный. И вот Broke – в смысле, когда у человека нет денег. And Broke – говорят, когда я разорю. Я разорю. То есть, в общем, молодые, великолепные, шикарные, молодые, великолепные и разоренные. Интересное сочетание. Ну вот. Вот такой вот. Вот такой вот так они решили себя назвать. Здесь все это, видите, сзади красиво сделано вот такой резинкой. Металлический замок длинный. Здесь вот этим мысиком так все опускается. Регулируются бретельки, что удобно. Симпатичный сарафанчик. И как-то на мне он так сидел не слишком, не лучшим образом. Смотрите, какой красивый сарафан. Это лен с вискозой. И он сейчас на селе. И мне он очень понравился. Но он мне вот великоват. Вот тут вот все вот это. Если бы он был чуть-чуть поменьше, мне кажется. Вот здесь вот сверху. Вот тут было бы лучше. А так он очень интересный. Черный с белой такой отстрочкой. Очень интересной отделкой. Красивый сарафан. И сейчас на распродаже хорошая цена. И очень хороший состав. Лен с вискозой. На лето вот прям то, что надо. Но я сейчас ничего не буду покупать на следующее лето. Потому что бог его знает, что там будет. Ну, не то, что он мне велик. Вот здесь вот. Вот здесь у меня нормально. Вот здесь вот у меня как-то вот прям вот эти вот бретельки. И я чувствую, что они у меня падают. А так-то, в принципе, ничего так красиво. Так. Это бренд Рэчел Зоя. Есть у нас такой бренд. Очень часто встречающийся. Размер, видите, large. Стоил он 40 долларов. Сейчас он стоит 30. Совсем дешево. И вот очень хороший состав. Очень аккуратненько. Приятно сделан. Симпатично. Ну, как-то длинковат он мне вот. Хотя 30 долларов прям недорого для льна с вискозой. Он так ничего не мнется. И действительно очень интересный. Ну, и плюс, опять же, я не хочу у вас ничего покупать на следующее лето. Посмотрим. К лету посмотрим. Так, все, девочки. Вот такое у нас были. Такие сегодня примерки. И были симпатичные вещи. В принципе, и свитера, кардиганы. И вот платья эти ничего. Но мне ничего не надо. Я ничего не покупаю. Я просто хожу, примеряю вас, веселю. И сама немножко такая уставшая. Поэтому и примерки такие какие-то, знаете, кислые. Кисловатые получаются. Но, в общем и целом, по-моему, у них есть неплохие вещи. И я надеюсь, что вам понравилось. И все-таки было немножко интересно. С вами была Дита. Всем пока. Всех люблю. Целую. Пока. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok